Ровно год прошел с того момента, как Инесса Александровна Помилова открывала свою очередную выставку в Серпуховском музейно-выставочном центре. И вот сегодня взору горожан представлена новая ее экспозиция. Посвящена она юбилею Инессы Помиловой. 65 лет, как Инесса Александровна появилась на свет. И свыше 40, как она поражает окружающих своим творчеством. Живописинная, она как фарфоровая статуэтка. Она ничем не отличается от фарфора. Она действительно керамист от природы, керамист по всему своему нутру. Великолепная выставка, замечательный человек. Я очень рада, что наши серпуховичи, гости города увидят вот это великолепие именно в нашем доме. Свыше 130 работ Инессы Помиловой расположились в двух залах музейно-выставочного центра. Помимо живописи, в экспозиции свое место нашли не только скульптуры, но и такие редкие произведения искусства, как декоративные панно из керамики. Делаются они по сложному технологическому процессу, и конечный результат виден только после того, как керамика вынута из печи, в которой она подвергалась тепловой обработке при температуре 1000-1100 градусов. Умение передать цвет, что для керамики, вот эта гармония цвет, очень трудно достичь. И сдается, что это ее дарование от Бога. Дарование от Бога у Инессы Помиловой не только к керамике, но и к живописи. Несмотря на то, что картина Инесса Александровна начала писать позже, она смогла и здесь найти свой особенный и неповторимый стиль. Используя технику ля прима, Инесса Помилова старается переносить на холст реальный мир в новом духовном значении. Одним из таких ярких примеров ее работ является «Благовест». Картина, где ангел не только окутан, но и сотворен из золотисто-розовых и голубых тонов пространства земли и неба. Вот я считаю, что это одна из лучших моих работ, которую я сделала в своей жизни. Вот она как-то так сразу получилась, и я считаю ее лучшей. Лучшим «Благовест» является из лучших. Ведь любую работу Инессы Помиловой независимо живописи это. Керамика или скульптура можно сразу же признать настоящим произведением искусства, которое однажды увиденное наверняка надолго останется в памяти. «Великолепная выставка, однозначно великолепная выставка, своеобразно, что очень важно, конечно». За свою творческую жизнь Инесса Помилова уже провела более 70 выставок, которые проходили не только в России, но и по всему миру. В каждой стране и в каждом городе у этой протвинской художницы находились все новые поклонники ее таланта. И вот теперь очередная возможность познакомиться с творчеством этого удивительного человека появилась и у серпуховичей. Выставка Инесс Александровны Помиловой в музейном выставочном центре продолжит свою работу до конца марта.